здравствуйте друзья и подписчики моего канала я так улыбаюсь потому что я сейчас снесла вот это вот реанимашку которую у меня стояла вон там покажи на вот вот там на углу но я же слон по сутной лавке в общем я там хотел пройти и снесла и вот такая вот огромная реанимашка реально огромная вот она была поставлена на реанимацию восемь месяцев назад собственно как ее зовут ничего не написано росла нам в таком вот горшочки с прорезями и в польском кашпо собственно но посмотрим что он здесь росло так нормально так стояла чуя ее задела за ухо заодно вообще обидно конечно значит у нее все здесь замечательно вот у нее только один корешочек такой вот отсох вот я его отрезала все у нее прилично и для того чтобы она была потяжелее во-первых я сейчас вообще оттуда переставлю я и решила посадить в горшочек не на глаз в такой влага у меня их в достаточном количестве так скажем стоят но у меня у них раньше росли орхидеи потом я с этим бумом на арте все бы пересаживал не надо было ничего трогать многих пересадках я очень пожалела в общем мы сейчас быстренько ее так посадим быстренько быстро быстро ее же грунтик вот ничего менять не буду тоже грунт хороший насти показывают грунт хороший да еще вот так мы сейчас ее оперативно это я так ну понимаете но надо же показать живут вот какие результаты реанимации собственно не вот это все новые корни вот которые вы сейчас видите перед вами вот у нее даже здесь на старом корни вот видите такая вот штучка выросла проснулся пришел сейчас на так вот посадим 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 у нее там там и там здесь лежал мох здесь мы тоже не будем нарушать традиции мы здесь положим мох вот сюда и вот сюда вот таким вот образом вот положим ей ее же мох он у нее так между корней был ведь он на таком нормальном состоянии довольно таки заодно выпрямлю ее а то она уже собралась было на бок ложится высоко я ее сажать не буду чтобы она так немножечко как бы лежала вот этими ушами своими длинными на горшке потому что она опять может ковырнуться то мне не надо абсолютно так что там настенька получается да неудобно в не на глаз трясти но собственно его не не прошибешь вот так вот хорошо получается вот таким образом ничего я ее не буду утрамбовывать грунт пусть она вот так вот растет очень удобно кстати вот не на глаз долго держит влагу ставишь его замачиваешь есть такая посудина для не на глаз старая ведерочка вот по моему вот какой-то не помню но не краска что-то такое после ремонта осталось такое ведерочка на 2 литра вот я раньше ставила не на глаз коржки в него и потом так поднимаешь и струечка смешно долго долго из этой дырочки выливается а потом можно вот в это маленькое блюдечко подливать подливать часто не приходится абсолютно но мне нравилось как они у меня росли в не на глаз чуятный их дернула собственно не знаю не знаю но о многом я я как бы сожалею зачем я столько орхидеи пересаживала росли бы и грунт был хороший собака вернись на место соседские детки бегают по лестнице собака нас охраняет вот так получается вот у нее видите вот этот вот листик во время реанимации он вырос у нее первый такой вот малявашный а вот эти уже жалко вот листик поранился здесь шлепнулся эти листики уже больше растут в общем дело идет на поправку не могу вспомнить как же так я мне такая педант немножко люблю все подписывать у меня везде какие-то наклеечки записочки а здесь я не подписала не знаю почему может быть где-то на листочке подписала и от листочек лежит замечательно но у меня так бывает что проходит время я потом извините встречаю листочек и у меня там и дата и это ну это было посажено 8 месяцев назад потому что вместе с ней были посажены еще две орхидеи к которым я ставят вашей комнате здесь на подоконнике они это замечательно себя чувствуют на их пересажены в арте 1 и 2 это вот прослав так вот и так сейчас мы ищу чуть-чуть вот так поправим и попробуем таки тряхануть очень больно кстати по стекляшки стучать вот более менее я и выпрямлю сейчас еще так это вам не по пластмассе стучать господа ну вот наверное все как-то стой страны не видно немножко на стюшку чешно ничегошно так сейчас я вот с этой страны один сек хотела сказать пока я это можно песню спит какую так сейчас я грунтик все возьму ничего что я так ушла от вас я здесь здесь я тут я же не думал что мне еще грунт понадобится а понадобился мне вот такой серамисик сейчас сверху так задекорируем ее симпатично вот так отлично вот так вот так вот так по моему все прилично получилось все закрыто пардон мы сейчас снесем вообще друг друга вот такая у нас получилось красота сейчас помоя подушеком и покажу вам как она будет уже в окончательном варианте стоять и так я ее помыла под душем промыла грунтик очень долго стояла вот так вот и ждала как я уже говорила как тоненькая струечка из этой дырочки вот она до сих пор вытекает вода это водичку я ей и оставлю вот в этом вот поддончике очень удобные удобные горшки я в свое время очень ими славно пользовалась замечательные горшочки это я к там продолжение видео о горшках какие можно горшки кашпо использовать они конечно не дешевые не на глаз мне кстати они разных цветов и разных форм это я когда мониторила как бы какие горшки в какие горшки лучше пересаживать из обычных горшков и я тогда первый раз увидела эти горшки у оли коваленко она тесно сотрудничала с фирмы не на глаз и вот эти вот горшочки я приобретала в довольно таки большом количестве тоже была мода своеобразная так скрипит в общем вот я его мыла листья конечно жалко вот он поранился да какой вот этот вот он чуть-чуть ну ладно не страшно еще вот так вот она замечательная теперь будет расти в не на глаз может быть я и другие от меня там есть подросшие такие реанимашки которые сидят 12 горшках я их тоже не на глаз посажу еще горшки стоят они место занимают тяжелые разных размеров разных расцветок вот очень даже симпатично и что я хотел сказать а продолжение до тема еще о горшках потому что я когда говорил в предыдущем видео пардон мо а вот у меня здесь чармер мы стоит замачивается в том году мне его подарили на день рождения очень красивый который я обнаружила честь случайно среди своих завалов орхидейных я еще так сокрушилась ой у меня чармера нет чары у меня были два чармера давно и неправда и они погибли и про этот я вообще забыла про третий чармер почему-то его прописала в разряд погибших ночью вот такой замечательный чармерок прекрасный знаете вот растет он у меня вот пожалуйста сейчас я вам покажу какой кашпо вот такой кашпо вот все их знают эти кашпо это кашпо большое я уже не помню на сколько литров и в нем стоит горшок номер 16 меня как-то одна девушка спросила удобно вытаскивать как это так 12 16 я объяснил вот он горшок этот большой вот ведь вот такой большой горшок я объяснила как определить 12 16 просто переворачиваем горшок и над ней видим там 12 16 диаметр горшка собственно 12 сантиметров 16 сантиметров естественно от этого и литраж увеличивается если 12 там 08 то здесь на и соответственно сколько там ну сколько то там может быть 1 и 2 не знаю ночью вот так вот вот замечательно тоже растет система автополива то есть вот сюда вот до керамзита доливается водичка нас по испаряется потом это сейчас я его с удобрением и завела потому что ему пора просыпаться то что я так прошлась по вот здесь вот по закрытым систем я смотрю девчонки недолго отдыхали то там вот там цветонос вот там цветонос еще где-то вот здесь у меня цветонос и у насти в комнате цветонос у меня на подоконнике цветонос очень все просыпаются стало быть весна собственно господа будем ждать осталось недолго февраль короткий месяц и ура ура весна идет весне дорогу а завтрашнее видео будет по пересадки стопили это такой скулент я говорила тоже как-то в этом увидеть видео что я увлекаюсь не только орхидеями но я еще увлекаюсь фиалками фиксами но они меня на работе они все уехали на работу потому что я так поняла что эти все растения несовместимы с орхидеями это я касаемо мушек и прочего прочего и естественно что фиалки они немного места занимают а вот фикусы и пальмы они занимают довольно таки много места очень жалко но часть какую-то я продала вот а вот суккуленты очень даже меня радует последнее время и мы будем завтра пересаживать стопилию в новый грунт серамис для суккулентов и кактусов кому интересно смотрите и еще хочу сказать что завтра я выхожу с больничного на работу и я не думаю что так часто буду выставлять на этой неделе видео потому что у меня там много дел и сами понимаете я буду уставать но по возможности буду с вами встречаться потому что я без вас скучаю ребята вот на этом я вот с вами прощаться желаю вам всего доброго желаю вам крепкого здоровья хорошего настроения хорошей рабочей недели и побольше позитива до свидания всегда ваша бокова наташа